МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Виталий Рыжков. Профилактика правонарушений, исполнение обязательств перед работниками бюджетной сферы, развитие финансовой отрасли республики. Эти и другие вопросы обсуждались на очередном заседании правительства Мариел, которое прошло под председательством главы республики Леонида Маркелова. Помимо прочего, на заседании шла речь о внесении изменений в законодательные акты региона и о поощрении работников различных ведомств. В Ешкар-Але будет реконструирована аллея здоровья, продолжится реализация муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства. 29 вопросов вошли в повестку дня 35-й сессии городского собрания. Обо всём по порядку в нашем материале. В год экологии, под знаком которого в России проходит 2017 год, отношения к природе и благоустройству территорий особые. Не случайно именно в этот период Мариел вошла в федеральную программу «Комфортная городская среда». В рамках проекта в Ешкар-Але будет вестись реконструкция благоустройства и создание новых общественных мест массового отдыха. Объект номер один – аллея здоровья. Должны быть основные условия, чтобы участвовать в этой федеральной программе. Одна треть должна быть на общественно значимое место в городе. Жители города остановились на благоустройстве аллеи здоровья. Треть этих средств будет туда определено, а две трети уже будут определены на те дворовые территории, где избиратели, жители города совместно с депутатским корпусом будут рассматривать. Стабильным источником пополнения бюджета, уверенный в горсобрании, должен стать сектор малого и среднего предпринимательства. В прошлом году он обеспечил около 20% налоговых доходов городской казны. На начало этого года в Ешкар-Але зарегистрировано более 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В основном это организации торговли. В промышленности значительная доля малых предприятий в городе занимается машиностроением, металло- и деревообработкой. Чтобы привлечь инвесторов, в столицу Мариел были приняты соответствующие нормативные документы, в числе которых трехлетнее освобождение от земельного налога тех предпринимателей, которые реализуют приоритетный городской проект «Единый налог на вмененный доход» и налоговые каникулы. Мы приняли положение о приоритетном городском проекте. То есть те инвесторы, которые будут вкладывать в город более 100 миллионов рублей, конечно же, будут иметь определенные привилегии. Мы приняли положение о муниципально-частном партнерстве. Это те инвесторы, которые будут вкладывать в город, в социальную инфраструктуру, тоже же, конечно, будут иметь помощь от властей. На первой в этом году сессии горсобрания подвели итоги 2016 года и наметили перспективные планы на 2017-й. Работа в округах и по благоустройству дворов. Только в 2016 году мы построили детские площадки, 30 штук. Если где, в каких округах не сумели построить детские площадки, значит, мы ремонтировали какие-то приездные пути, ремонтировали ямочный ремонт этих дворов. А уже 3 марта ешкаролинцы смогут принять участие в публичных слушаниях, которые пройдут в мэрии города. На всеобщее обсуждение выносят проект о предоставлении разрешения на использование ряда земельных участков и реконструкции объектов капитального строительства. Начало слушаний в 9 утра. Высшее образование в Марийском госуниверситете как первая ступень к успешной карьере в одной из крупнейших госкорпораций России. На днях ешкаролу посетила делегация из Сарова, известного на всю страну Центра экспериментальной ядерной физики. С чем пожаловали гости и какие перспективы открывает сотрудничество классического университета и одного из самых притягательных работодателей страны. Подробности в следующем сюжете. 20 февраля студенты и преподаватели Маргу встретились с представителями Российского федерального ядерного центра из города Саров Нижегородской области. Главная задача этого предприятия, входящего в состав государственной корпорации «Росатом», обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России, а также разработка и внедрение ядерных технологий в медицине. Стоит отметить, что в ядерном центре работает около 18 тысяч человек, а само предприятие генерирует более 50% ФВП, богатый на промышленность Нижегородской области. При этом центр заинтересован в привлечении выпускников из ведущих вузов страны, в том числе Марийского государственного университета. Почему именно Марийский государственный университет, и именно непосредственно город Юж-Курала? То есть ребята, выпускники этих вузов, закреплендовались как очень работоспособные ребята, которые стремятся достигать высот, и которые хотят отдавать себя науке и общему делу. Основная наша задача, конечно, предприятия – создание ядерного счета России, где очень хорошо проявляется качество, тудолюбие и самодача. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки кадров не только для работы в ядерном центре, но и в целом в Сарове. Городу необходимы учителя по целому ряду предметов, и именно их подготовкой занимается Марийский госуниверситет. В общем, перспективы вырисовываются весьма и весьма широкие, и в ходе встречи обе стороны подтвердили свои намерения работать в более тесном сотрудничестве. Мы договорились о чем? Первое, что повышение квалификации наших преподавателей под потребности города Сарова и под потребности ВНИЕФа. Мы договорились о том, что мы выделяем целевые места под город Саров, город, вернее, под предприятием ВНИЕФ, в городе Сарове. Целевые места будут еще иметь, помимо этого, социальный пакет, то есть предприятиям ВНИЕФ будут дополнительные льготы как экономического, так и неэкономического плана предоставлять студентам, которые по целевым местам будут обучаться. Это и дополнительные стипендии, это и базы практик уже стопроцентные, где будут проходить именно в городе Сарове. И это, конечно, когда человек будет трудоустраиваться в качестве молодого специалиста, это очень четкое рабочее место уже закрепленное за ним, это заработная плата высокая, это социальный пакет. Впрочем, подразделение корпорации Росатом далеко не единственное предприятие, с которым сотрудничает в области подготовки кадров Марийский государственный университет. Даже если брать только нашу республику, здесь и такие высокотехнологичные гиганты, как Марийский машиностроительный завод, завод полупроводниковых приборов и при этом передовые аграрные предприятия региона. Допустим, Новоториальский район, Совхоз имени 1 мая, настоящее серьезное предприятие, системообразующее в районе. И вот мы тоже договорились о том, что и целевые места в области аграрных специальностей, то есть это агрономия и витильнария будут обучаться по целевым местам, и будет социальный пакет, и ждут именно в Новоториальском районе. То есть и квартиры предоставляют молодым специалистам, и зарплату с разным. Но помимо этого, еще и для учителей, мы договорились, что Совхоз имени 1 мая будет финансировать и поддерживать учителей, которые потом приедут и будут работать в Новоториальском районе. Поэтому мы ищем таких партнеров, их создаем, заключаем договоры и делаем траекторию развития для молодого человека вплоть до пенсии уже. Он может понимать, кем он будет, чем заниматься, кем станет через 10, через 15, через 20 лет. Один из самых захватывающих и, наверное, самый близкий к настоящей охоте на природе вид спортивной стрельбы – это спортинг. Это стендовая стрельба по мишеням, повторяющим траектории движения летящих или бегущих птиц и животных. Несмотря на давнюю историю и популярность в Мариелках и в России в целом, спортинг долгое время оставался занятием для избранных. Во многом из-за отсутствия тренировочной базы и специализированного оборудования. А развивалась стендовая стрельба исключительно силами и средствами преданных фанатов. Однако с недавних пор в нашей республике есть где потренироваться. Принесет ли это спортивный результат? Подробности в следующем сюжете. Немногим более 20 километров от Яшкаралы по Казанскому тракту. Поворот на поселок Песчаный. Именно здесь, на территории выработанного карьера, и находится сертифицированный стенд. Размеры и оснащенность площадки таковы, что здесь можно проводить масштабные соревнования. Федерация стендовой стрельбы переехала на новое место недавно. Этот сезон на своей площадке для спортсменов первый. Высокие склоны карьера обеспечивают безопасность, а современное оборудование позволяет выполнять практически все виды классических олимпийских упражнений. Любопытный момент. Если большинством олимпийских видов спорта надо начинать заниматься с раннего детства, то в стрелковом спорте старт можно дать в любом возрасте. Вообще, это нормальное человеческое желание. Это, во-первых, и охотники у нас приезжают в любом возрасте, просто не зная про стендовую стрельбу, приезжают, начинают стрелять. В итоге охоту, по сути, они забрасывают, к нам больше уже начинают. И люди, в принципе, от того, что в футбол немного трудно туда пробиться, все равно, так как более популяризированный, хоккей тоже, а к нам приезжают потренировать, мы потренируем, он начинает выходить уже на уровень и спокойно может занимать уже призовые места. Спокойствие, концентрация, выносливость, меткость. Каждый из более чем 13 тысяч охотников республики подтвердит, что без этих качеств хорошую добычу не взять. Спортинг как раз и создает у стрелка чувство реальной охоты на куропаток, голубей, фазанов, уток и зайцев. Спортсмену необходимо умение распределять свои силы на стрельбу и прохождение охотничьей тропы. Большой спортинг – испытание серьезное. Во-первых, фишка в том, что люди спокойно на природе могут отдохнуть. И все-таки очень много взрослым людям, которые уже работают либо самодостаточные, им некуда, бывает, выплеснуть свои эмоции. Они приезжают, стреляют, попадают, они довольны, счастливы, не рады. Это ведь им считается, что мужской вид спорта в основном. Но и женщины тоже занимаются. Есть женщины, которые прекрасно стреляют, лучше мужиков. Стендовая стрельба – занятие захватывающее. По крайней мере, нашу съемочную группу роль наблюдателей быстро перестала устраивать. В наше время появилось большое количество так называемых диванных экспертов, которые смотрят по телевидению различные соревнования международного уровня и всегда дают свою оценку действующим спортсменам. Ну, например, стартовал чемпионат мира по биатлону. И когда какой-нибудь стреляющий лыжник промахивается, сидящий на диване человек говорит, ну, я бы попал. Ну что ж, давайте попробуем сами попасть, что называется. Бегать на лыжах мы, конечно, не будем. А вот ружье мы зарядим и постараемся выстрелить точно в мишень. Дай. Неправильная стойка, неверная траектория движения ствола и еще множество нюансов. В общем, впервые попробовав себя в спортинге, я совершил все типичные для новичка ошибки. Опытные спортсмены уверены, спортинг – это настоящее приключение. И сейчас, когда нет никакой необходимости выходить на охоту, заложенная предками в генах страсть к ней не дает очень многим жить спокойно. А утолить эту страсть можно, попробовав свои силы на стрельбище. Там гарантировано разнообразие мишеней, а обстановка максимально приближена к боевой. Ведь с наступлением весны начнутся соревнования самого разного уровня. У нас же как человек счастлив сначала от денег, от женщины, от алкоголя, от чего угодно. Когда все это есть, начинается счастье от того, что ты можешь властвовать над чем-то. Неважно, там, государин, однами над всеми, кто-то над чем-то, а мы можем властвовать вот над своими возможностями по стрельбе. Как мы можем контролировать оружие, как мы можем правильно обработать ударные спусковые. То есть вот чисто власть над собой. Наш вид спорта сейчас стал профильным почти у всех военных, все спецподразделения начали заниматься по этому виду спорта очень прямо плотно. Альфа, выемпел там и все остальные спецподразделения. Потому что он максимально приближен к жизни. А перспективы спортинга самые радужные. Ведь не зря этот вид спорта имеет статус олимпийского. Поэтому горячий интерес к нему не только не угаснет, но и выйдет на качественно новый уровень. Непраздничная погода. По прогнозам синоптиков, 22 и 23 февраля жители Мриел ждет слякоть, снег с дождем и сильные порывы ветра. Виновниками Настя станут атлантические циклоны, которые один за другим будут проходить через территорию Верхней Волги. Наиболее сильные осадки ожидаются в среду. При этом сохранится сильный юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по республике составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В следующие дни ожидается облачная погода. В республике Мариел оказалась во власти северного циклона, несущего массу влажного и хорошо прогретого воздуха. Температура воздуха выше климатической нормы на 9-11 градусов. С этим циклоном пришли осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, при снеге метели. Усиление ветра до 17 метров в секунду. Но уже в пятницу, по прогнозам, теплый фронт снова принесет небольшой снег, может подняться метель. Температура воздуха повысится до 0 градусов, а в субботу наш регион может оказаться на пути еще одного циклона из Атлантики. Ожидается мокрый снег, временами сильный. Южный ветер усилится до 8-13 метров в секунду. И все это при плюсовых значениях термометра. По предварительным прогнозам, только в воскресенье погода ожидается вполне благоприятной. Без осадков, с умеренным ветром и температурой воздуха от 2 до 7 градусов мороза. У ежкаролинских кондитеров горячая пора. На носу долгожданные праздники – 23 февраля и 8 марта. А это значит, объемы продаж сладостей вырастут в разы. Задача не только увеличить производство, но и порадовать горожан новой продукцией. О том, как сделать сладкий подарок оригинальным и запоминающимся в нашем следующем материале. Только натуральные продукты и никаких вредных консервантов. Уже без малого 9 лет хлебозавод номер один печет радость для детей и взрослых – песочную, бисквитную, с фруктами, орехами или шоколадной крошкой. Все о тортах. Здесь выпускают по 6 новинок в год, каждая со своим секретом. Наш хлебозавод номер один создал продукцию по-домашнему вкусные торты. Главная их особенность – это технологии приготовления. Мы их делаем как дома, как для родных. Сами выпекаем бисквиты, изготавливаем крема по собственным рецептурам. Здесь печи пекут коржи ежедневно с 7 утра. Параллельно кондитеры готовые изделия украшают. Производство поточное. Сделав ставку на то, чтобы конечный продукт был не только вкусным и полезным, но и красивым, производитель не прогадал. Новинка этого года – съедобная фотопечать. Технология фототортов позволяет сделать торт-открытку и разместить на тортике персонажей любимых мультиков или фотографию, памятную для именинника. Хлебозавод номер один предлагает своим клиентам новые возможности для творчества. Фототорты можно заказать на хлебозаводе номер один. Конечно, перед праздниками у нас очень много заказов. А линейку тортов по-домашнему вкусные тортики вы найдете в любом из магазинов нашего города, в большинстве федеральных и локальных сетей и, конечно, в фирменных точках хлебозавода номер один. Преимущество фирменных точек в том, что вы можете заказать любой тортик на ваш выбор и вам привезут его под заказ, свеженький, вкусный, любимый. Здесь заботятся не только об ассортименте, но и о внешнем виде продукции. Совсем недавно обновили дизайн этикетки, куда поместили дополнительную визуальную информацию о составе сладости. Сегодня здесь производят порядка двух тысяч тортов в день. Эти объемы производитель планирует только увеличивать. Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски МРИЛ ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем ютуб-канале и группах ТВ Регион 12 в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова